Самые опытные гости сегодня с нами на стенде. Мы с большим удовольствием хотим познакомить вас с Людмилой. Людмила была спикером выставки. Людмила, расскажите, какая тема вашего выступления была? Развитие хаус-холд товаров в региональной сети. Я так понимаю, что вы большие настоящие эксперты, которые знают про это абсолютно все. Были ли какие-то интересные вопросы, интересные фишечки, которые вы обсуждали во время вашего выступления? Основной фишечкой на сегодняшний день это изменение покупательского поведения, предпочтений и так далее. В связи с этим мы направляем свою ассортиментную политику на закрытие потребностей покупателя. Основная тема это сейчас тема выбора. 80% времени тратится у покупателя на выбор. И надо максимально полно информировать о каждом продукте, чтобы покупатель был уверен в правильности своего выбора. И мы вот под это и направляем свою ассортиментную политику, свои какие-то мерчендайзинговые моменты и так далее. Людмила, у меня такой вопрос. Дело в том, что аналитики говорят, что покупательская способность немножечко упала в этом году. Как вы думаете, действительно ли такой тренд сейчас существует? И если да, то что необходимо делать для того, чтобы удержать старого клиента и привлечь нового? Ну, проще удержать старого, потому что на привлечение нового клиента тратят совсем раз больше средств. Это не секрет. Поэтому удержать имеющегося покупателя надо, повышая лояльность к сети всевозможными всеми знакомыми способами, в том числе и интересным ассортиментом, и искренним сервисом. Какие товары чаще всего сегодня покупают? На сегодняшний день наряду с постоянными покупателями товарами приобретаются товары импульсного спроса. И вот как раз этим можно управлять в плане повышения роста продаж. Я так понимаю, так как вы знаете абсолютно все потребности ваших покупателей, то создать для вас какую-то такую интересную идею, чтобы покупатель тратил больше денег и с большим удовольствием приходил к вам в магазин, не составит никакого труда. Да, мы стараемся решать эту проблему и очень рады, когда у нас получается. Мы желаем вам хорошего бизнеса и желаем, чтобы покупок в ваших магазинах было как можно больше. Спасибо. Спасибо.